Приветствую вас, и начать стоит, наверное, так. У каждого человека есть свои желания, свои представления о жизни, о существовании, о том, как должна протекать жизнь, и у каждого человека возникают свои реакции на определенное обстоятельство в течение некоторого времени. Только ваша жена ушла от вас, было продиктовано не ее плохим поведением, не ее, даже можно сказать, предательством, а тем, что ее жизненные ориентиры, ее внутреннее самоощущение, самоосознание поменялось. Она почувствовала, например, что теперь она имеет другую ориентацию, и, соответственно, с вами лежит не можно, потому что не сможет быть с вами счастливой, и не сможет вас сделать счастливым тоже. Более того, с точки зрения личности, она имеет полное право жить так, как ей хочется. То есть, если она почувствовала, что женщины привлекают ее больше, чем мужчины, то она имеет полное право так поступать. И в жизни бывает так, что сопроград сходится в истечении приличного количества времени. Просто потому, что один человек понимает, что, в общем-то, нужно дальше жить. Человек понимает, что то, что есть, все хорошо, но его не устраивает. Это не то, что ему нужно. Появляется внутренняя невозговоренность. И именно это было в вашей супруге. В этом не виновата ни она, ни вы, и никто. И вам будет, наверное, сложно принять. Но ваша супруга не является тем, кем вы ее назвали. Это был тот человек, который осознал, что его желание изменили. Она вам не рассказала всего, потому что знала, что вы не поймете, знала, что вы будете ее обвинять. Это, по сути, обвинять ее не в чем. Она не виновата в том, что ее ориентиры, жизненные ориентиры поменяли. И вы не можете изменить ее желание, заставить ее перестать хотеть того, чего она хочет. Более того, ваша женщина успешно выполняет свой материнский долг, то есть как родитель. И это самое главное с точки зрения социальности. Она общается с детьми, она выполняет свои родительские обязанности и, в общем-то, уделяет детям достаточно внимания. То, что она живет в другой жизни сейчас, это ее личное право, это ее личный выбор. И вы не можете, к сожалению, никаким образом на него повлиять. Хотя, безусловно, вам хочется, хотя, безусловно, вам обидно. Но если вы этого человека любите, если вы свою женщину любите, то вы, наверное, хотите, чтобы она была счастлива. И по ее настоящей жизни вы понимаете, счастлива она или нет. И судя по тому, что она выбралась, она счастлива. И вам, как человеку любящему, надо бы это принять. Принять, что ваша женщина счастлива. Что она, наконец, нашла себя. Что она поднала себя. Что она реализует теперь себя наиболее полным образом. Разве это не счастье для любимого человека. Да, вам плохо. Вас в предыдущей. Но, если бы ваша женщина против воды жила бы с вами. Если бы она скрипя от зубы продолжала бы с вами существовать и жить. Для этого подыграли бы в конечном итоге все. Вы, потому что не было бы той искренности, той романтичности, той нежности. Она, потому что не чувствовала бы себя женщиной рядом с вами. Не чувствовала, что реализуется рядом с вами. Дети бы ощущали напряженную атмосферу и не понимали, почему между их родителями что-то изменилось. И в итоге она сделала то, что было единственно верным в этой ситуации. Она начала реализовывать то, что ей хотела. При этом не забывая о своих детях. И вы, конечно же, считаете, что виновата ее подруга, которая ее развращала. Но на деле подруга лишь раскрыла в ней то, что было всегда. В вашей женщине было всегда. Просто она этого не осознавала. И вам обидно. Вам обидно, что вас оставили. Вам обидно, что вас бросили. Вам обидно, что привычный уклад жизни разрушился. И вам обидно, что теперь она не с вами. И я могу у вас понять, что эта ситуация действительно неожиданная. Ситуация нестандартная. И вы не знаете, что в этой ситуации делать. На самом деле делать нужно вот что. Во-первых, перестать негативно воспринимать данные обстоятельства. И перестать искать виновата. Этим вы ничего не добьете. Второе, что нужно сделать. Это понять, что вам нужно время. Время на то, чтобы ваше сознание адаптировалось к новой ситуации. Чтобы оно подстроилось под новой реальной жизни. И тогда, рано или поздно, вы начнете ощущать комфорт. А вот сейчас у вас просто реакция на изменения вашей жизни. Которые к тому же вы не ожидали. Далее, вам необходимо определиться, что вы вообще хотите от своей женщины теперь получать. Вы правильно написали, что, по одной стороны, вам нужно строить скандал. Но это ни к чему не приведет. Если вы понимаете, что скандал ни к чему не приведет. То есть, негативная эскалация бессмысленная. Это значит, зато это только позитивно-нейтрально. И вот тут уже вам необходимо думать примерно так. Если ваша женщина делает акцент на своих интересах и считает их важнее семейных ценностей. То вы имеете полное право поступать так же. То есть, вы имеете право не удовлетворять ее просьбы о помощи. Не помогать ей. Отстраняться от нее. И так далее. Это ваше право. И она не имеет возможности никакой моральной от вас требовать. Отстранившись от нее, вы, по сути дела, начнете защищать свои интересы. И не жертвовать собой непонятно ради чего. И вот этот момент, что вы перестанете себя приносить в шерство. Даст вам ощущение, что вы тоже не проиграли. То вы тоже стараетесь как-то компенсировать потерю, которая нанесла вам ваша супруга. И это немножечко снизит негативный эффект. Снизит ваш раздравь в душе. Поможет вам более-менее прийти в себя. Ну а дальше, дальше нужно быть реалистом и смотреть на ситуацию здраво. А это подразумевает следующее. Что вы, так или иначе, будете пересекаться на почве детей. То есть, все-таки, несмотря ни на что, у вас есть дети и вы для них родители. И вы с супругой будете общаться с детьми. Если вам супругу тяжело видеть, то, соответственно, вы можете назначить свое время свидания. И этот вопрос можно решить в суде. Если вы сможете преодолеть внутреннюю неприятность и общаться с ней на отличенные темы, но при этом отстранившись от участия в ее жизни, то тогда никто, все будут довольны. И это будет достигнуть максимальной, собственно говоря, максимальной степень удовлетворения интересов каждой из сторон. То есть, вам нужно для себя определить, чего вы хотите, что вам нужно. Женщину вы не вернете уже сейчас. А ссоры тоже ни к чему не приведут. Но и помогать ей вы не обязаны. Потому что это получается как бы использовать. Соответственно, раз женщина от вас устранилась, то и вам нужно устраниться от нее так, чтобы вам было максимально комфортно. И пересекаться с ней лишь только по самым необходимым обстоятельствам. Это безусловно дело. И, собственно говоря, не нужно ее винить. Дайте ей возможность пожить так, как она хочет. Дайте возможность и себе, и ей принять тот факт, что у человека могут поменяться ценности в течение жизни. Допустите это, вероятно. И тогда вам станет проще. Вам необходимо не стремиться в ситуацию вернуть в ту русло, в которой она была. Это сделать невозможно. Надеюсь, вы это понимаете. Вам нужно понять, что человек на протяжении своей жизни способен открывать в себе новые стороны. Те, которые существовали, в которых он даже не догадывался раньше. И вот именно это и следует вам в первую очередь сделать. Ну, а вести себя с ней, рыча, как говорят, на ваш вопрос, нужно так, веркально, на ее отношения. Вот как она к вам относится, так и вы к ней относитесь сейчас. Это наиболее правильный, верный вариант, чтобы сохранить отношения с ней. Если будете вести себя нейтрально, позитивно, но при этом защищать свои интересы и не позволять себя использовать, то это сохранит уважение вашей женщины к вам. И если вдруг, когда-нибудь она поймет, что это творчество ошибку, то будет вероятно, что она к вам вернется. Но я бы на это не рассчитывал, я бы ее не ожидал, я бы начал жить своей жизнью ровно так, как начала жить она. То есть, она связала свою жизнь с другим человеком, и вам необходимо также это начать делать. Предварительно ее отпустить. То есть, в своем сознании, изменить отношение к этому обстоятельству так, чтобы допустить его естественным, его право на жизнь, этого обстоятельства в целом, и на то, что так ваша женщина будет счастливее. Чем она была рядом с вами. Я думаю, что для любящего мужчины этого более чем достаточно. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду вам очень благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи. Пока.